Дети понемногу разбирают завалы. То, что осталось после взрыва этой ночи у Викажева. Супруги Цычоевы были дома, когда внезапно произошел хлопок с последующим возгоранием. Огонь потушили приехавшие на место пожарные. На помощь пострадавшим кинулись все соседи. Пострадавших доставили в больницу с ожогами второй и третьей степени. Они в реанимационном отделении. У мужчины Цычоева, у супруга поражение 25%. Термический ожог лица, шеи, верхних и нижних конечностей. Там, конечно, ситуация более-менее в средней степени тяжести, хотя ближе к тяжелому. А супруга Цычоева, Эйшат, она получила более 75% ожогов. Это площадь, в общем, 75-80% ожогов. Глубина около 10%. Это термический ожог лица, шеи, верхних и нижних конечностей, туловище. Состояние женщины оценивается как нестабильно тяжелое. Медики отмечают, что помимо внешних ожогов повреждены верхние дыхательные пути. Всю необходимую помощь пациентам оказали, но, возможно, потребуются дополнительные меры. Мы с утра проводили консультации, телеконсультации, телефонные консультации с ведущими ожоговыми центрами. Это наш федеральный ожоговый центр, находящийся в городе Махачкала, и главный ожоговый центр в Вишневского. Завтра планируется у нас повторная телемедицина, и по ней мы будем решать по дальнейшей тактике лечения. Будь то хирургическое лечение, или продолжает консервативное лечение, или возможный перевод пациентки на иногороднее лечение. Специалисты еще работают на месте происшествия. Пожар охватил только часть дома. Где-то обрушилась кровля и выбиты стекла. Хлопок газа и последующее возгорание уничтожили почти все вещи, технику и документы, которые находились в комнатах. Но на удивление многих кое-что все же уцелело. При разборе завалов ребята нашли небольшую книжечку с аятами из Корана. По воле Всевышнего пожар не коснулся ни одной страницы. Причины ЧП еще выясняют. Кто-то из очевидцев говорит, что сперва вспыхнул пожар, за которым последовал взрыв. Другие утверждают обратное. На момент взрыва сюда уже приехали и работники газовой службы, которые перекрыли трубу и проверили почву на утечку газа. Есть всякие версии, потому что в доме находились и, как мы их называем, обогреватели электрические. Также имеются резиновые шланги. Пока мы не можем сами хозяину, предварительно говоря, что это электроприборы. Пока говорить что-то рано. Пока врачи помогают пострадавшим, местные власти призывают не оставаться в стороне от чужой беды и помочь семье. Родственники, соседи и благотворительные фонды изъявили желание оказать поддержку Сычуевым. Это уже второй несчастный случай за этот год века жива. И поэтому специалисты призывают жителей проверить свои электро- и газовые приборы. От беды никто не застрахован. Микаил Тангиев, Адам Далаков. Новости 24. Микаил Тангиев.